Проходит пресс-конференция, потом вы даете интервью одному, второму, третьему изданию, и в один день выходят публикации с разными цифрами в разных изданиях. В разное время, в разное время, в разное время, в утром, в днём и вечером, вы в один день даете интервью с разными цифрами. Причём на пресс-конференциях неоднократно было, когда вы называете одну цифру задолженности вам, и я вам называю другую цифру задолженности, Романова называет третью цифру задолженности, И все эти три цифры, разные, печатают в один день в прессе. В прессе, без порядок цифр, там будет один. Секундка, без порядок цифр. Вы задали вопрос. В первый раз бумагу официальную в печати. Ни разу в прессе не было ни одного акта сверху, ни одного документа, подтвержденного вашей печатью. Все только ваши слова. Давайте все-таки, мне кажется, надо быть здесь, секундочку. Вот надо быть здесь абсолютно чисто. Вы каждый день встречаетесь, наверное, в городском совете. Мы сидели у меня в кабинете, рядом был бывший руководитель. Вы за партнерами встречаетесь? Секундочку. Мы с ним встречаемся, более того, мы коллеги, я тоже депутат городского совета, мы с ним вместе сидим на сессии. Более того, мы сидим с ним, у меня в кабинете сидим бывший руководитель ключевое. И тогда я задал вопрос. Я выкладываю свои банковские платежи, которые мы получили. Вы не выложили тогда документов, когда были только слова. Когда у меня руководитель говорит, что мы все платежи платим, и более того, сами написали, что исправно оплачиваем. Я просто элементарно попросил. Будьте добры, покажите, пожалуйста, ваши платежки, чтобы нам заплатили. Мне не хотели пока. Хотя бы Владимиру Николаевичу. Получите эти, вы увидели. Если бы они были, не было бы приговора суда. Владимир Николаевич, я вас прошу прощения. И теперь два вопроса, которые он задал. Я думаю, тоже, наверное, нужно будет ответить, наверное, насчет апеллированности, которая как бы было бы разъяснено. Я не знаю, каким образом пытаюсь пристегнуть апеллированность в зону комиссии, в которой входит пролог. Алексей Михайлов, вы про него уже говорите? Пролог, он что-то с директором. У вас с директором генерической компании. В чем апеллированность генерической компании? Мы хотим забрать эту управляющую компанию? Поверьте, у нас своей работы хватает. И 12 жилых домов. Это не принципиально. Никакой организации, которая хотела бы заниматься эксплуатацией. В городе каждый год сдаются 35 жилых квартир. Что, свет сошел, что ли на этих 12 квартир надо им на этих 12 жилых домов? Поверьте, 12 домов в роли никакой не играет. Поэтому насчет апеллированности уже забудьте, пожалуйста. Это первое. Второе, насчет того, о котором вы задали вопрос. Да, мы не хотели подпись эту току, потому что мы считаем, что авангард пришел нелегитим. И это мы еще пытаемся доказать. Когда мы пошли под квартир и начали спрашивать у людей, бюллетени вы подписывались или нет, люди не подтвердили свои подписи. И я вам могу это прямо под квартиру, по фамилии назвать. Чтобы было понимание. И это первое. Но, тем не менее, решение суда мы исполнили. Мы направили договор на теплоснабжение по этим всем жилым домам. Мы получили разногласия. Управщик компании Орока что говорит? Мы, говорит, заплатим столько, чтобы заплатить население. То есть, если я заплатить 10%, получить 10%. Заплатить, чтобы получить 100%. То есть, от себя избавляя всю работу с населением. Мы почему не сутен в другие управляющие компании? Потому что мы люди ведь не работают. Они работают с населением. Прямо на них работающие. Или сутки и работают, по квартирам ходят, выселяют. К сожалению, есть такая категория. Но мы понимаем, что 2-3% это может быть. Люди попали в сложную ситуацию. Бедные люди. КамАЗ остановился. В другие моменты. Понятно же. Мы прекрасно понимаем, что это недосбор. Он может быть. Но мы видим, что управляющая компания работает. А здесь ничего нет. Поэтому договор мы его отослали. Но получили одно. Мы заплатили столько, сколько хотим. Если по-другому говоря. Заплатили столько, сколько хотим. Нас это не устраивает. 100% должно быть. Может быть какой-то недосбор. Мы согласны. Более того, я вам скажу. С 1 января 2016 года, то есть 11 дней тому назад, вступил новый федеральный закон. Который определяет уже жесткие пени по оттальщинам управляющей компании за неоплату за поставленные услуги, начиная с 31 дня. Этот закон мы вам тоже передадим. Владимир Николаевич. Это ужестощается. В России, в стране ужестощается система за то, чтобы за поставленные услуги должны быть оплачены. Это тоже должно стать. Это точно касается договоров. И последнее, что я в этот момент хотел, упустил сказать. Я забыл просто сказать, что сегодня, после того, как мы уже рассылали вам счета, вы должны оплачивать именно эти счета. И если вы отправляете вам авангард, вы отправляете его впускать. Вот это должно быть прекрасно понимать, вот эту ситуацию. Дальше мы будем работать с вами. Мы поставляем вам ресурс, вы за него должны оплатить. А вы договоры, может, сначала заключите или вы хотите денег собирать без договора? Это вообще на сколько законно? Могу еще дополнить сказать. Есть судебные практики, которые говорили, если ты получил услугу, даже независимо от наличия договора, ты должен оплатить эту услугу. Если нужно будет, Владимир Николаевич, я ответил. Сначала надо, наверное, заключить договора и провести все проекты. Я, по-моему, на себе вопрос запил. Есть какие-то вопросы? Вопрос такой. Мы получать, оплачиваем вам за поставление терминерных ресурсов, и также на нас, получается, подает суд управляющий компания. Мы будем подавать. Теперь мы будем нас подавать. На нас, как вы сначала подаете? Мы не оплачиваем им квартплату. Если вы не оплатите нам, мы будем подавать на вас. Это понятно. Мы оплачиваем вам, а они подают на нас, потому что мы не оплатим. Продолжение следует...